В последнее время были проявления сенофобии. Люди протестовали против китайского присутствия в нашей стране, особенно в экономике. Изменится ли характер сотрудничества с Китаем? Как будут развиваться у нас отношения с США? Какие-то ухудшения прогнозируются или нет? Что касается Китая, то надо понимать, что, во-первых, это наш ближайший сосед. Как бы от Бога. Мы же не можем менять своих соседей. Во-вторых, Китай достиг огромных успехов в своем экономическом развитии. Китай является передовой страной с точки зрения развития высоких технологий, искусственного интеллекта. Мы должны, конечно же, сотрудничать с Китаем. Мы зависим от рынка Китая. Все наши крупные предприниматели, выпускающие стратегическую продукцию, наши сельхозпроизводители, очень сильно надеются на китайский рынок. И отрицать это было бы совершенно неправильно. Люди, которые организовывают антикитайские демонстрации, естественно, преследуют свои политические цели. Возможно, они абсолютно не разбираются в потребностях нашей экономики и вообще плохо понимают экономические реалии. Возможно, они проплачены соответствующими фондами, структурами, поскольку идет геополитическое столкновение в мировом сообществе. И хотелось бы, чтобы здесь присутствовала некая сенофобия. Во всяком случае, до сегодняшнего дня Китай нам ничего плохого по большому счету не сделал. И выступая недавно на саммите «Центральная Азия плюс Китай», я сказал, что за 11 месяцев прошлого года объем торговли между нами достиг 17 миллиардов долларов. Это значительная цифра. И мы заинтересованы в дальнейшем развитии торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества с Китаем. Мы должны изучать Китай, изучать китайский язык. Естественно, речь не идет о том, чтобы сдаваться с поднятыми руками. Нет. Мы должны понимать, что это большая, можно сказать, великая страна, с которой у Казахстана должны быть очень хорошие отношения.